продолжаем делать карфаген великим снова ну вот смотрите ну загружаемся типа норм так я уже везде походил круто я хочу на дорогу провести я хотел купить клетки блин требуются колонии еще надо вот сюда спеца видимо вот такие с магонидами и дидлинианами такая хреновая строит козни блин у меня оба лидера этих семей ко мне не очень относятся просто три приказа я решаю что мне лучше тут сделать давайте здесь рудник а стоп нам еще блин я про шпионов забыл а я и так давайте идет эту олигарх шамше травниться она молода хотя вот это еще три десятых шесть десятых приказа царица консорт давайте царицу консорт поставим в главу шпионов теперь нам надо купить приказы чтобы агентурную сеть а тут не нужны приказа через десять лет вернется успеем в риме сделали и вот здесь у нас от подойти блин надо все-таки нужен приказ угорите денег не хватает 300 надо приказы из давайте купим в рим сначала назначим 87 науки вообще круто оба вот 60 fps вот сейчас просто огонь если что за переход хода это все упадет да я бы наверно что не назначал то как-то мало с этого города да найти будет столицу хеттов может туда назначить подошли шпионов и когни неугодных да тут кстати давайте проникнуть в нацию сделаем 400 монет и два приказа хеттов проникнем рим то мы можем в общем то видим но это тоже скоро сдохнуть вот эту может быть попробовать убить она сейчас проникает пока прикольно что убить с помощью царицы консорта здесь с помощью жены посылаем жену убивать неугодных ужас страшные люди семейка рим завершает строительство некрополя но это пофигу отряд топорщиков которых мы отправили на защиту дорог одержал победу он он 560 монет и топорщик и царь получил опыт и топорщик получил опыт эти игривые взгляды лукавые смешки биркот из утики даже не пытается скрыть своих чувств однажды файрус отправляется в долгую поездку за город лучше возможности нельзя и представить на следующее же утро биркот приходит к вашим покоем и смело заявляет что хочет быть с вами как вы поступите возьмете биркот в любовницы или сохраните верность думаю что стоит жене главному шпиону страны изменять так что не поддаемся искушению вам снова доложили что ваш наследник принц ютпан обижать своего брата герцога бостара или бастара если это продолжится герцог бастар может замкнуться в себе так давайте научить уважать разочаровался может быть тут минус харизма но но две отваги мне давайте не обращать внимание но конечно может привести к проблемкам так подождите а где еще могу акрополь кроме карфагена метки еще города достигли этого уровня развития нет развитое только в карфагене только только в карфагене могу акрополь проблем сушим я нету холма для акрополя давайте наверно отправлю в карфаген пока меха потрачу два приказа так назначаем тут генералов пока есть возможность тут уже нету все по нулям ну и ждем два хода то Давайте здесь уровень дадим Субтитры добавил DimaTorzok Нам еще закон нужен, четвертый, чтобы крепости строить Там наши уникальные юниты будут Компорт Меркультры добавил DimaTorzok Так, мятежники около сулок, мятежники около собраты И племенной налет около утики Так, плюс мудрость гиска Магонидов чуть улучшили отношения Ну-ка, продолжим сейчас В 20 дошли вести, что налетчики из далеких земель нападают на утику Эти войны далеко из-за границы изведанного мира Наемники, странствующие армии, сражающиеся за деньги И охраняющие торговые пути своих далеких наций Но неизвестный наниматель обратил эти войска против нас К счастью, верность этих воинов легко покупается И часть их командиров уже изъявили желание сражаться на нашей стороне против своих В обмен на постоянное жалование Так, конный лучник Всадник Конный лучник или всадника Сила 6, 3 перемещения, 2 радиуса А тут то же самое Лучник, оконного лучника возьму Мы продолжаем нести потери в войне с Римом Интересно, какие Но многие советники высказываются против перемирия И даже напротив призывают начать захват вражеских городов Ну блин, если бы чуть пораньше было Я, может быть, и взял амбицию Три города Рима захватить А сейчас Я не буду О, переходим в иудаизм, да Кстати, нам надо принять государственную религию Но у нас пока не хватает соцполитик Так, этот пускай тактику изучает 400 надо соцкапитала, чтобы Наверное, не буду пока нападать Ждем, что они тут сделают Куда пойдут Может, они вон на римского этого Сейчас, скорее всего Рабочего меня начнут убивать Так, сулки соединили По-моему, у меня все города соединены теперь Ну да Банонию придется еще В Банонию надо будет ввести Рабочего убьют Ладно, давайте отойдем Кажется, вот тут надо дорогу через этот лес провести Хоть собрата и типа Как соединенным городом считается Что вот тут дорога Но вот здесь Сюда и сюда Дороги нужны Как мне кажется Не, ну это хреновый генерал Минус 13 к атаке Минус 10 к защите Лучше не ставить Лучше он повыше до орленого глаза Катерина Рабочках Катерина Блин, тут же тоже Появились восставшие Вот эти вот наемные юниты Они, ну, с одной стороны И бонусов никаких не имеют Но у меня сейчас две семьи Очень плохо Относятся к нам И, соответственно, юниты имеют штрафы В минус 10% ксиль А вот на этих юнитах Никакие семьи не держат Эти вот зелененького цвета Они все наемники Нормально Так, мятежники около сулок Еще одного В прошлом ходе было, кстати Тяжелобольная наместница Карфагена Посол стал больным Территорию хеттов открыли Так, из Академии приходит шокирующее Официальное письмо В нем сообщается, что Ютпан Праведный Сбежал с кем-то из своего класса Царица-консорт Файрус Сострадательная предлагает Отправить агентов на их поиски Что делать дальше Ну давайте, ах, молодость, молодость Пострадательный, вдохновляющий или глупый Ну-ка Пострадательный Повезло Так, Банонию отдать Либо Магонидом, либо Дидонианом Рудник или Сапилка А, ну тут рудники, конечно Тогда Магонидом Тут вон три рудника крутых Раз, два, три Субтитры сделал DimaTorzok Так, тут, значит Восстанавливаем стены У нас еще один мех есть О, в столице больше не повышается Ну в сумки давайте мех отправим Так Мочим этих восставших Тут дорогу продолжаем делать Кстати, тоже можно на помощь Так Вот это копье как-то больно По городу лупануло У него какие-то прокачки там? Нет вроде Не достаем, да? Но не хочу из города выходить Можно, кстати, юнитов делать Ну хотя бы колесницу В данном городе Так, что мы здесь А, Банония Так, в Банонии надо восстановление И наместника можем посадить Ну Блин Просто хочется Накопить 400 И иудаизм принять На самом деле Пока не буду Субтитры сделал DimaTorzok Уже когда полностью Вылечимся Пойдем всей армией На этот город Так По одному юниту Не хочется Так А почему теперь я не могу ускорять? У меня лидер Фанатик В качестве Будучи лидером Может совершить ускорение Производства За муштру Заходим сюда Вот раньше не давало Потому что А И Государственная религия Фак Слишком много условий Всегда, да? Я не думаю Что у Рима Ну хотя Вообще Да, наверное Можно парочку Юнитов туда подвести Но я не думаю Что у Рима Вообще даже Приказов Достаточно Ладно Подведем Так Мне еще Надо Три приказа Да Способность Карфагена Можно нанимать Только У Племен Конкретно Племен Не вот Не вот Не такие Красные Юниты Так Хетское царство Берется в своей Войны с Египтом Прикольно Прикольно Царь захворал Вот Царь Тут стал Там 50% Шанс был И Получилось Так Сброд Из варваров Беженцев Поселился За воротами Утики Они просят У нас помощи И убежище Что мы Ответим Позволим поселиться Пусть станут для нас Разведчиками Нет Пускай поселятся Однажды Поздним вечером В вашей покой Едва не спотыкаясь А по долманте Врывается Герцегиска Из Карфагена Замечательные новости Царь Вы ведь знаете О сулках Город Последнее время Рос как на дрожжах И теперь Его лидеры Желают развивать Промышленность Во Развитые культурные события Мы можем Теперь там Акрополь Кстати построить Так Лошадей добавить За деньги Цитрусовые Пшени Давайте лошадей Цитрусовые Я бы добавил Цитрусовые Но они В этой игре Не считаются Ресурсом роскоши То есть это просто Плюс к еде Будет Дворец Встречает Принца Ютпана Гробовым Молчанием Его одежды Превратились В лохмотья Пропитанные Солью А лицо И руки Покрыты Многочисленными Шрамами Спутник Ютпана Нервно Поглядывает На стражу Наверное Спутница Мой царь Какой же Счастье Снова Тебя Видеть Признаюсь Временами Казалось Что этому Уже Не суждено Случиться Отдышавшись Молвит Ютпан Сколько же Всего Хочу тебе Поведать Так Шпионил В рядах Племени Становится Безжалостным Сражался В гладиаторских Боях Становится Храбрым Ухаживал За больными И ранеными В храмах Становится Сострадательным Так А сострадательный В качестве Лидера Что делает А ничего Давайте Пускай Сострадательный Будет Принятие Иудаизма Видите Как только Мы набрали 400 Само событие Происходит Но оно Требует От нас Заплатить 400 Соц Капитала У нас Это улучшит Отношения И с Египтом И с Хеттами Такого Союза Никто Не ожидал Семья Диденианов Снабжала Ученого Наместника Акербанта Ученого Обильным Финансированием Его Экспериментов Технологические Чудеса Выставлены В имении Диденианов В городе Коралис Диденианов Явно Хотят Снискать Вашу Благословность Благодаря Этой Выставке Но Впечатляют Ли Вас Какие Либо Экспонаты В достаточной Мере Чтобы Дать Им Ход Амбиции Открыть Технологии Подъемные Ворота И цепной Привод Причем Подъемные Ворота Уже Открыты Ну Какой Привод Цепной Привод Может Имеется Ввиду Лебедка А Не Вот Цепной Далеко Далеко Это Далеко У нас С наукой Не фонтан Прямо Скажем Так Что там Еще Ушла В отставку Это Пофигу Архитектура И эксприденция Тоже Далеко Ладно Пускай Он уже Зачаруется Во мне Хрен С вами Ну что Есть предложение А мы не сможем Начать Акроп Капитала Требуется Но Намного Приказов Даст Акрополь Так Что У нас Тут Требят Субтитры сделал DimaTorzok Добью Я думаю, нам этой армии хватит Мы потом эти юниты скорее сюда в утику переведем Да, кстати, надо в утике тоже восстанавливать Да, тут с искусственным материалом намного лучше Вот, например, вы можете тут наблюдать, как Рим постоянно отводит свои юниты, не теряет их Субтитры сделал DimaTorzok Грозой всадников Генерал африканского слона Принц Ютпан стал тактиком Угу Так, царь выздоровел Наместница Карфагена погибла И попереходили в иудаизм Это отлично Все, мы улучшаем отношения Баркида вообще плюс 300 Если эти перейдут в иудаизм, будет вообще зашибись Весь двор только и говорит о патриархе Александусе из Лусны Он представляется как глава иудаизма И подчеркивает, что хоть он и не принадлежит к вашей нации Для всех было бы выгодно вместе тесно трудиться на благо вашей государственной религии Так, горячо обнять его как равного Вести сообразно своему положение Так, посмотрим, как он соотношает Плюс 106 Ну давайте обнимем как равного Улучшаем отношения с религией В разгаре народных волнений в Каралисе Стража схватил одного из зачинщиков мятежа Образованного иудейского генерала и литератора Перед двором он вызывающе провозглашает Что бог послал ему знак Что герцогу Гиска из Карфагена Суждено однажды восклавить Карфаген Ваш наследник принц Ютпан в ярости И требует расправы над ним А вот Гиска с задумчивым видом сохраняет молчание Так, казнить его Гиска, никогда не быть царем Отпустить генерала Придать его суду Ну вообще правильно суду предать Я думаю, посмотрим Оба, оба, кстати, во мне будут разочарованы Тогда, ну посмотрим Там еще придет к каким-то дальнейшим событиям Субтитры сделал DimaTorzok Так, я думаю, тут двух юнитов хватит Надо приказы, чтобы в этот город идти Помпеи О, будем брать Помпеи Что-то кримбольный дремл Вот мне тоже интересно Ну, я могу предположить Во-первых, вот этот топорщик Он из семьи Магонидов Видите, минус 156 То есть у него минус 10 Ну, можно даже глянуть Да, минус 10% злая семья Но это все Может быть у него семьи более... Тут не посмотреть, к сожалению Не видно, какие у него в семье отношения С семьями у Рима Но, как минимум, у моих топорщиков минус Силе Так, теперь я, наконец, могу ускорять Правильно я понимаю За Муштру Да, блин, это что за хрень? Я не понимаю Уже и религию Может, типа, в городе должна быть Обязательная религия В этом Сейчас, посмотрите Посмотрим, где у нас есть Вот тут, например, старший поэт А, понятно Еще и в городе должна быть Ну, нам, короче, надо Последователей иудаизма делать, я думаю И распространять религию Давайте вот этого реально ускорим Где у нас еще? Ну, вот, в собратье Потому что пять ходов долго А, невозможно, когда город поврежден Господи, смотрите, сколько условий должно быть выполнено Где-то еще был иудаизм В Гяпонии Ну, он сам тут восстановится Следующим ходом Так что, пускай Ход поделается, последователь Нет, все, у нас, видишь Вот мы в Коралисе только что ускорили Там должно быть лидер-фанатик Государственная религия Эта религия еще должна быть В самом городе Потом город не должен принадлежать семье Которая злая То есть я, например, не могу По-моему, в Карфагене А, нет, там После злой Еще дальше Вот меньше двухсот когда И еще, видите, город должен быть Нераненый Сам по себе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Так, мятежники у Карфагена Ухудшилось здоровье Генерал Аждана Тумная Перешла в иудаизм И мы закончили строительство Муссиона Плюс 50% к науке Монашество открыли Можем строить монастыри Бесплатный булавоносец А тут и закон Вот надо закон Блин, нас нету Так, благодаря этому чуду света Мое наследие будет жить вечно Учителя вашего сына Учителя вашего сына Бастара Сообщают вам, что по его словам Он общается напрямую с Богом Это провидение одновременно пугает учителей И приводит их в восторг Они просят вас написать Бастару Чтобы наставить его на верный путь Ну давайте Он может безумным стать Но это хотя бы не наследник Зона контроля не дает сюда выйти Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блин, где соцкапиталы взять? Нужен соцкапитал, я уже дофига камня хочу чудеса строить, а с другой стороны это я куча в городах строим за соцкапитал, мне надо короче прекращать и строить, например, как раз вон последователи UD, так, я его хочу распространить, сколько нам ходов надо, раз, два, давайте купим два этих распространим на карфаген, да или указы вообще провести в городе, кстати, ну короче у нас сейчас в городах практически все строится как раз за соцкапитал, поэтому его и мало Ну вот последие иудаизма не за соцкапитал, за еду, кстати, хотел ускорить, ну чтобы быстрее распространить Римское язычество В каком городе у нас больше всего рост в карфагене, да, вторая утика, ну то есть тут последователей тоже строить Когда распространить, так слушайте, давайте в карфагене реально тогда последователя делать Мы уже тут распространили, вон три хода вон всего лишь О, и уже было плюс 30, да, теперь уже плюс 50 Тут я уже старшего поэта доделаю, так и быть Не, ладно, заканчиваю ход Наместник утики погибло, но у нас нету соцкапиталов их нанимать Ну, в общем, мы копим на Акрополь Аскетичный, блин, аскетичный, это значит, что он жениться не будет, ну в принципе, неплохо В принципе, неплохо Так, завершена последователь иудаизма, давайте совет Да, любовь Тут в утику распространяем У нас вообще Вот в сулке и гадрумет Но он там еще и автоматически распространяется, когда мы будем строить Вообще, в карфаген я бы посадил Да, вот этого давайте В губернаторы Здесь совет проведем Боюсь, могут убить меня этого пращника следующим ходом Ну, посмотрим Но он не Он из баркидов, то есть у него как раз плюс 10% Так, у нас тут восставшие Сейчас походим Около Помпеи Давай Так, вот я штурм как раз не хочу, наверное Потому что уйдет колесница отсюда Надо сначала ею проатаковать Думаю, следующим ходом Помпеи будут захвачены О, так А тут когда вернется У нас, видите, у нас амбиция Четыре агентурных сети сделать Еще одну мы сделали Две сделали Сюда тоже делаем О, тут можно 72 года Нет, давайте вот Эмильку Эмилька Это точно Карфагенянка, а не Эмилька 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 Да, тут в Банонию тоже дорогу надо везти Отринув богов и благословления, олигарх Шамшея Травница получает черту Богохульница Да, он показал свою разумность и прозорливость Плюс мудрость, плюс мудрость Обратились в иудаизм, довольные места, отлично Нам магонидов надо только еще в иудаизм обратить и вообще будет огонь Так, у нас рощ по-моему нигде нету Давайте просто суверенитет откроем, хотя может и лучников Давайте лучников, у нас куча прачников, надо апать их Так, наместник в сулках, любитель природы, к лесопилке и пастбищу Бережливый, стоимость улучшений, плотник Ну у нас вообще тут нормально пастбище Ну как минимум там несколько пастбищ есть А давайте любитель природы Ну что, Помпеи захватим Блин, еще Рабочий захваченный Войдя в Помпеи, наши войска грабят город и опустошают его окрестности Следует ли нам потворствовать такому жестокому поведению Пусть солдаты забирать все трофеи они заслужили Минус гражданин, уничтожено два улучшения Минус, а ну зато 720 монет получу Позволить их генералу Аждонату присоединиться к разграблению Или остановить эти бесчинства, мы должны сохранить город Да, давайте лучше сохраним Так Как раз время серию закончить Стрим продолжится А вот серия на захвате Помпеи Ну в общем мы вот этот фланг Для себя обезопасили Ну если только Хетты не решат на нас напасть Но мне кажется нет, у них и так война с Египтом Мы одной верой с ними Вообще конечно хотелось бы, чтобы через место перемирия у нас мир был Но мы это не можем никак взять Для этого надо дипломатом быть Чтобы предложить мир, я так понимаю Но Опасность Рима с этой стороны мы убрали У Рима три города осталось в общем-то Вот эти Помпоэлло Бариум И Рим Видимо займемся дальше Римом Но это уже В следующей серии Давайте Ссылочки Лайки Комментарии У компа прописано, что если город падает То надо ввести юниты, чтобы отвлечь Ну такое Египет можно подгородить Объявить, а так а смысл Египет вон где Как он Типа Риму Войну объявит Зачем Войну объявит Войну объявит Субтитры создавал DimaTorzok